Три года назад я впервые делала доклад в этой же аудитории. Тематика звучала аналогично. Изучение биофизического механизма взаимодействия человека и медицинской пиявки. Исследования проводятся на базе Академии герудотерапии в Санкт-Петербурге. Лабораторные исследования в диагностическом лабораторном центре. Следующий аспект биофизический. Подробно говорить обусловлен акустическим волновым эффектом. Излучение с частотой от 25 до 250 кГц. И около 500 импульсов в процессе сеанса герудотерапии. Акустический волновой эффект был открыт и описан в 2001 году. Авторы открытия Крышинюк Альберт Иванович и Фролов. При проведении экспериментов и установлении датчика на мочку уха, которая использовалась в виде мембраны, с одной стороны стояла пиявка, с другой стороны датчик. И проводились измерения. Так вот, в процессе кровососания были зарегистрированы импульсы. Вот график импульсов, записанный на такой картинке. При разложении Фурье запись акустического сигнала пиявки в процессе кровососания выглядела вот таким образом. Вот только вот эта часть сигнала была выделена и переведена в запись после разложения Фурье преобразования. В процессе герудотерапии неоднократно были проведены исследования, эксперименты по изучению влияния воздействия пиявки. Герудотерапия – это метод, который известен много тысячелетий людям. И о том, что эффект положительный и много различных заболеваний, которые возможно решать для здоровья человека, связаны с этим эффектом оздоравливания и излечения. В процессе проведения экспериментов и постановки пиявки на различные зоны, на слизистые человека, при лечении бесплодия, при лечении заболеваний слизистой полости рта, были поставлены пиявки в определенные зоны и был получен клеточный материал. На предыдущем конгрессе я показывала микрофотографии, полученные только при исследовании вагинального содержимого, при лечении женщин при бесплодии. Вот такие клеточные элементы клетки, это на фоне элементов крови зеленоватые структуры, были обнаружены. Клетки абсолютно сохранны, очень хорошо видны ядра, формы, размеры клеток и степень изменения морфологических характеристик соответствует клеткам, относящимся к патологии. То есть по данным клеточным элементам возможна диагностика, постановка диагноза. Вот ниже этих микрофотографий поставлены диагнозы, цитограммы лейкоплаки и косвенные признаки наличия вирусного поражения. Молодые женщины в настоящее время зачастую страдают бесплодием. Связано это с вирусным поражением. Разный возраст, разные вирусы. В первом случае мы видим морфологические изменения при наличии вируса Эпштейна-Бара. Во втором случае мы видим изменения морфологические в клетках при вирусе герпеса второго типа. Следующие микрофотографии. У женщины, полученной в 34 года, на вирус она не исследована была на момент взятия материала. При исследовании была поставлена первая степень изменения, интерпетериальное поражение, которое связывает со слабой дисплазией. То есть это фактически предраковая патология. Следующий слайд представляет микрофотоотделяемое со слезистой прямой кишки. После постановки пиявки аналогичный клеточный состав мы получили и при постановке со слезистой на другую локализацию. При постановках на разные зоны воздействия мы получаем аналогичные эффекты. Мы стали накапливать этот материал и была попытка анализировать ситуацию, попытка объяснить, каков же механизм, почему отделяются патологически измененные клетки, по которым можно вести диагностику. Следующий материал микрофотоотделяемого со слезистой полости рта. В 49 лет женщине была поставлена патология, связанная, возможно, с развитием онкопатологии, то есть начальной стадии ракового поражения. Женщина была отправлена на консультацию в онкологию. Теперь мы можем говорить о том, что акустические волны влияют на клеточную мембрану, на клеточные структуры, связанные с тем, что они отвечают на изменение состава положительных, отрицательных, заряженных частиц. Схема строения клеточной мембраны имеет сложную форму. Это сложные трехслойные строения, где можно рассмотреть положительные, отрицательные заряды, которые несут белковые структуры, входящие в клеточную мембрану. На сегодняшний день количество клеточных мембран насчитывается примерно порядка 250. Порядка 250 в организме человека имеется и разных клеток, поэтому и разные мембраны, разные выполняемые функции. Все проходили в школьные годы анатомию, физиологию человека и хорошо помнят, что разные органы имеют разное строение. Так вот, в зависимости от того, какую функцию выполняет орган, он имеет специфику строения клетки. Но есть и общие черты, присущие для всех клеток, то есть строение самой клетки. Далее я проанализировала литературные данные и обнаружила в одной из монографий биологические мембраны структурной организации Артюховой и Наквасиной вот такую таблицу концентрации ионов внутри и снаружи клетки. При анализе этой таблицы можно говорить о том, что внутри клеточная концентрация ионов и вне клеточная концентрация ионов имеет разный количественный состав. И в связи с этим можно делать вывод о том, что существует градиент концентрации между наружной мембраной и внутренним содержимым клетки. Это мы говорим о чём? О том, что есть энергия и потенциал клеточной мембраны у здоровой клетки, он имеет одни показания, у больных клеток он имеет совершенно другие показания. Делая выводы о том, что здоровые клетки, которые могут подвергаться воздействию акустических волн, они не меняют своих параметров. Патологически изменённые клетки предполагают изменение двух вариантов. То есть, если изменённые клетки могут подвергаться обратному развитию, то есть возвращаться к норме, то они остаются на своих местах и продолжают функционировать. Если патологически изменённые клетки не способны к восстановлению, то они элиминируются из организма человека, удаляются. Это как раз то, о чём я говорила и демонстрировала слайды, когда мы делали фотографии с цитологических препаратов. Таким вот образом выглядит клеточная мембрана. Это фотография из интернета при обезвоживании и в норме. Вот в хорошо гидротированной клеточной мембране хорошо видны верхние и нижние слои и то, что вода находится между слоями этой мембраны. И поры открыты клеточные, которые способствуют прохождению воды между слоями и в наружную окружающую среду и внутрь клеточного содержимого. При обезвоженной мембране, при рассмотрении структуры обезвоженной мембраны, мы имеем вот такой вот неправильной структуры образования, где поры заклеиваются холестерином, так называемые холестериновые бляшки. И вода не проходит из внешней окружающей среды внутрь клеточного содержимого. Это как раз тот процесс, который мы наблюдаем при старении и кожных покровов, и внутренних органов. Выводы в процессе герудотерапии мишенями воздействия являются структурно-функциональные изменения мембранных образований патологически измененных клеток, внутриклеточных и внеклеточных структур. Данное можно рассматривать как нанотехнологию 21 века, потому что размер клеточных мембран соотносится с размерами от 6 до 10 нанометров в зависимости от структур клеток. Впервые описан предполагаемый биофизический аспект механизма герудотерапии, следствием которого является отторжение патологически измененных клеток со слизистых оболочек у человека. И был предложен новый термин герудобиопсия. Механизм взаимодействия организма человека и медицинской пиявки сложные, многоуровневые и многофакторные. В данный момент находится в стадии изучения и связан предположительно с универсальными явлениями и свойствами взаимодействия открытых живых систем. Вопросы, товарищи, время есть. Можно поспрашивать. Спасибо. Ну, все. Ну, все. Просто у меня очень хорошая такая давайте.